Жатва ячменя и озимой пшеницы завершается. В ГУПе Алханчурское более 4000 гектаров пахотных земель, на которых трудятся около 40 человек. Это комбайнеры, механизаторы, работники склада. ГУП раскинулся на территории нового реданта верхних, нижних и средних очелуков. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, лен и суданскую траву. На сегодняшний день уборка завершена в полном объеме. Сейчас идет заготовка кормов и подготовка площади под будущий урожай 2025 года. Согласно структуре пассивных площадей у ГУПа Алханчурского в пределах общая площадь 4000 гектаров. Из них больше половины задействованы под зерновые колоссовые культуры. Ячмень, пшеница убраны. Единственное, осталось на сегодняшний день убрать посевы льда. В последние годы сельхозпроизводители республики стали экспериментировать и выращивать новые виды культур. Так, в прошлом году начали выращивать лен. Однолетнее травянистое растение используется для производства масла. Подбирали культуру, исходя из климатических особенностей района республики. Молгобекский относится к зоне засушливого земледелия. Потому и культуры высаживают те, что не так сильно требуют влаги и больше нуждаются в тепле. Лен, как отмечают специалисты, экономически выгодная культура. Если, к примеру, один килограмм пшеницы стоит 10 рублей, то килограмм льна – 40. И затрат при выращивании меньше. Масленичная культура хорошо себя показала в наших климатических условиях. И если в 2023 году лен посеяли на площади 40 гектаров, то в текущем он занимает уже 800 гектаров. Также в ГУПе занимаются разведением животных. И сейчас рабочие в процессе заготовки кормов. Как вы видите, после уборки зерновых колоссовых культур мы ни один килограмм сена, соломы не оставляем на поле. Для того, чтобы, как вы знаете, все сенокосы пастбища в Малогобедском районе, они все высохли. И тем не менее, нам приходится заготавливать корма. Поэтому с поля завозится и складируется солома. Весна и лето в этом году выдались жаркими и засушливыми. Но аграрии постарались сделать все возможное, чтобы сохранить урожай. Завершили сбор и в ГУПе-магаз. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник и картофель. Уборка началась с озимых. Пшеница здесь занимает 200 гектаров. 200 гектаров мы в штатном расписании убрали вовремя. Сейчас у нас остались эти многолетние травы. Пока. Потом начнем картофель. Следующий – это подсолнечник, потом кукурузу убираем. По оценке специалистов, ГУПы Ингушетии в 2024 году соберут урожай на уровне прошлого года. Зарема Ивлоева, Акрамат Досхоев, Магаз-24.